До начала учебного года меньше двух месяцев. Пока школьники копят силы, директора школ совместно с городадминистрацией готовятся к учебному году. На ремонт образовательных организаций столицы в этом году выделено 167 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В этом году капитальный и текущий ремонт коснется 143 образовательных организаций города. Среди них и бывший лицей-интернат имени Лебедева. В школе, а потом уже в лицее-интернате имени Лебедева обучались дети со всех уголков республики. В 2012 году учебное заведение закрылось на ремонт. Судьбу лицея решали всем городом. И вот спустя 4 года учебное заведение снова заработает, но уже в другом формате. После проведения публичных обсуждений было решено присоединить лицей-интернат имени Лебедева к столичному лицею номер 4. В этом году порог нового здания переступит более 150 учеников младшей школы. А уже со следующего года количество мест планируется увеличить в три раза. Работы в этом направлении уже ведутся. Замена пола и устройство сцены в актовом зале. Ремонт санузлов и замена электрической проводки. По заверению подрядчика, сбоев быть не должно. Уже в сентябре дети пойдут в новую школу. А в этой школе плановый ремонт. Школьная столовая отныне будет в ярких тонах. А покрытие пола из более прочного материала. Но одного ремонта недостаточно. Руководству 39-й школы необходимо позаботиться об уюте и красоте интерьеров. К примеру, замена школьных стендов на более яркие не потребует особых затрат. А закопка жидкого мыла вместо хозяйственного привьет детям любовь к чистоте. Сегодня наши дети – это дети, которые родились и пришли в школу уже в 21 веке. Им, конечно, хочется ярких красок. Им нужны современные технологии. Каждый ребенок должен уже воспринимать учебное заведение через город из-за этого учебного заведения, что он учится в этой школе. Ну и, конечно, услугу получать в соответствии с сегодняшним днем. Дарина Игнатьева, Сергей Адышкин, Республика.